Администрация президента США По информации влиятельной газеты The Wall Street Journal Сейчас работает в кризисном режиме Пытается понять, как же так получилось, что о событиях в Крыму в Вашингтоне узнали слишком поздно Лишь из срочной депеши своего посла в Киеве Джеффри Пайета 27 февраля тот сообщил, на здании крымского парламента поднят российский триколор При этом американские спецслужбы, которые способны прослушивать даже телефон немецкого канцлера Ангела Меркель По сведениям анонимного источника в администрации Обамы были абсолютно не в курсе происходящего И даже якобы положили на стол хозяина Белого дома неверный аналитический доклад о развитии ситуации в Крыму Сейчас в Вашингтоне якобы готовы сделать все возможное, чтобы расширить слежку с помощью спутников А также систем радиоперехвата за Россией, Украиной и Балтийскими странами Администрация Обамы очень нервничает, сообщил приближенный к ней источник Речь идет о территории, на которую не распространяется действие Североатлантического договора В том, какую досаду испытывает Вашингтон, на этой неделе можно было убедиться в Брюсселе Когда Барак Обама подверг жесткой критике страны НАТО, которые снизили свои расходы на оборону При этом, как читают военные эксперты, речь шла в большей степени о тех странах в Восточной Европе Откуда ведется слежка за территорией стран СНГ и преимущественно за Россией Ситуация на Украине напоминает нам, что наша свобода не бесплатная И мы должны быть готовы платить за средства, личный состав и его обучение Чтобы быть уверенными в том, что у нас есть надежная, эффективная и сдерживающая сила Это не могут быть только американские или британские усилия, или участие одной страны Все страны НАТО должны будут подтвердить на деле приверженность Альянсу В Брюсселе же Барак Обама еще раз пригрозил России изоляцией Однако слова его не все восприняли как показатель силы и решительности Вашингтона Это попытка скрыть собственный провал, продемонстрировать силу в ситуации, когда они оказались в слабом положении Россия сейчас предприняла действия не только в отношении Крыма, но и в более широком смысле в отношении НАТО Альянс стремился попасть на Украину, ему это не удалось, теперь он разрушил эту страну Ответные маневры России способствовали раскрытию истинных намерений политического истеблишмента Запада Речь идет не только об Обаме, Меркель и Кэмероне Весь политический истеблишмент Запада сел в лужу Санкции в отношении России просто формальность Они нужны Западу, чтобы спасти лицо, скрыть собственную слабость по отношению к процессам на Украине и в целом в Восточной Европе Еще вчера американцев обвиняли в том, что они прослушивают весь мир, нарушая все мыслимые законы о защите личной информации Но, судя по всему, эти действия не приносят нужных результатов Ряд экспертов считают, американские спецслужбы попали в плен собственных представлений о своем могуществе ЦРУ уже не настолько мощное, как это было прежде, если оно вообще когда-то было мощным Кроме того, разведка обычно видит то, что она хочет видеть Если они думали, что Россия слаба и ни на что не способна, то они это и писали в аналитических заметках Очевидно, что это не соответствовало действительности Типичный случай того, как желаемое выдается за действительное Они переоценили свои возможности предсказывания Источники газеты The Wall Street Journal в администрации США подтверждают Это не американские спецслужбы слабые, это российские проявили себя лучше Слежка за военно-морской базой Черноморского флота велась американцами на протяжении нескольких месяцев И анализ снимков со спутников не показывал ничего необычного Американские официальные лица описывают как проявление высшего уровня военной дисциплины То, как русские военные в Крыму общаются между собой в радио и телефонных переговорах В перехваченных американскими шпионскими системами отрывках нет и намека на их планы В какой-то степени это безусловный успех российской разведки Они обошли своих американских коллег Так что я думаю, мы имеем дело с целым набором факторов Но главный момент заключается в следующем США и их союзники не понимали, как отреагирует Россия на их манипуляции на Украине Мы все помним о звонке Виктории Нуланд, о снайперах Все это свидетельствует о закулисных интригах, которые плели США и ЕС О том, насколько они были вовлечены в события на Украине Именно поэтому они не смогли до конца предсказать реакцию Путина Ну а сейчас, пока продолжается дипломатическая реакция на крымские события Приведшие в конечном счете к воссоединению Крыма с Россией Американские военные аналитики, как пишет еще одна влиятельная газета The Washington Post Находятся под впечатлением российского уровня дисциплины, обучения и взаимодействия разных служб И отмечают отсутствие из-за этого каких-либо крупных инцидентов в Крыму до и во время референдума Иван Благой, Дмитрий Волков, Дмитрий Синицын, Ксения Гомонова, Первый канал